Человек не является деятелем. Вопрос. С самого начала моей жизни меня преследует чувство незавершенности. От школы к колледжу, к работе, к женитьбе, к достатку, я представлял, что следующая вещь непременно даст мне покой. Но покоя все нет. Это чувство незавершенности продолжает расти ангунам гуну. Махарадж. Пока существует тело и чувство отождествления с телом, разочарование неизбежно. Только когда вы воспринимаете себя как нечто совершенно чуждое телу и отличное от него, вы получаете передышку от смеси страха и тоски, неотделимых от идеи «я есть тело». Просто успокаивая страхи и утоляя желания, вы не устраните чувство пустоты, от которого пытаетесь убежать. Только познание себя сможет вам помочь. Под познаниями себя я подразумеваю полное знание того, чем вы не являетесь. Такое знание достижимо и конечно. А раскрытию того, что вы есть, не может быть конца. Чем больше вы раскрываете, тем больше остается раскрыть. Для этого у нас должны быть другие родители и школы. Мы должны жить в другом обществе. Вы не можете изменить обстоятельства, но можете изменить свое отношение к ним. Вам не обязательно держаться несущественного. Годится только необходимое. Покой есть только в существенном. Я ищу истину, не покой. Вы не можете увидеть истину, если в вас нет покоя. Спокойный ум необходим для правильного восприятия, которое в свою очередь требуется для самореализации. Мне так много надо сделать. Я просто не могу позволить себе держать ум спокойным. Это из-за иллюзии того, что вы являетесь деятелем. В действительности вещи делаются с вами, а не вами. Если я просто позволю вещам случаться, как я могу быть уверен, что они будут происходить так, как мне надо? Ведь я должен подчинять их своим желаниям. Ваши желания просто происходят с вами, вместе с их исполнением или неисполнением. Вы не можете изменить ни того, ни другого. Вы можете верить, что стараетесь изо всех сил напрягаться и бороться. Но это тоже просто происходит с вами, включая плоды вашей работы. Ничто не делается вами и для вас. Все находится на картине, проецируемой на киноэкран. В свете не содержится ничего, включая то, чем вы себя считаете – личность. Вы только свет. Если я только свет, как я мог забыть об этом? Вы не забыли. Просто на картине, на экране показано, что вы забыли и затем вспомнили. Вы никогда не перестанете быть человеком, только потому, что вам снится, что вы тигр. Точно так же вы являетесь чистым светом, проявляющимся в виде картины на экране и становящимся единым с ней. Если все просто происходит, зачем тогда беспокоиться? Вот именно. Свобода – это свобода от беспокойства. Поняв, что вы не можете влиять на результаты, не обращайте внимания на свои желания и страхи. Пусть они приходят и уходят. Не подпитывайте их интересом и вниманием. Если я отвлеку свое внимание от того, что происходит, чем мне тогда жить? Это все равно, что спросить, что мне делать, если мой сон кончится. Перестаньте и увидите. Вам не нужно беспокоиться о том, что дальше. Всегда будет какое-то дальше. Жизнь не начинается и не заканчивается. Неизменная – она движется. Мимолетная – она длится. Свет не может иссякнуть, даже если благодаря ему проецируются бесчисленные картины. Так и жизнь наполняет любую форму до краев и возвращается к своему истоку, когда форма разрушается. Если жизнь так замечательна, откуда берется неведение? Вы хотите вылечить болезнь не видя пациента. Прежде чем задавать вопрос о неведении, почему бы сначала не спросить, кто пребывает в неведении? Когда вы говорите, что пребываете в неведении, вы не знаете, что налагаете при этом концепцию неведения на фактическое состояние своих мыслей и чувств. Изучайте их по мере их прихода, уделяйте им свое полное внимание, и вы обнаружите, что не существует никакого неведения. Есть только невнимание. Уделите внимание тому, что вас беспокоит. Вот и все. В конце концов, беспокойство – это ментальная боль. А боль всегда взывает к вниманию. В тот момент, когда вы направляете туда свое внимание, зов прекращается, и вопрос неведения рассеивается. Вместо того, чтобы ждать ответа на свой вопрос, выясните, кто его задает и что заставляет его это делать. Вскоре вы увидите, что это ум, подгоняемый страхом боли, задает вопрос. А в страхе есть память и ожидание, прошлое и будущее. Внимание возвращает вас обратно в настоящее, в сейчас. А присутствие в сейчас – это состояние, которое всегда под рукой, но которое редко замечают. Вы урезаете садхану до простого внимания. Почему другие учителя предлагают полные, сложные и занимающие все время курсы? Гуру обычно учит той садхане, с помощью которой они сами достигли своей цели. Какова бы ни была эта цель. Это естественно, поскольку свою собственную садхану они знают очень хорошо. Меня учили уделять полное внимание моему чувству «я есть». И я нашел это в высшей степени эффективным. Поэтому я могу говорить об этом с полным знанием дел. Но часто у людей, которые приходят сюда, тела, мозг и умы такие запущенные, извращенные с лапы, что состояние бесформенного внимания для них недостижимо. В таких случаях подойдет какой-нибудь более простой символ искренней устремленности. Повторение мантры или созерцание особого символа понготовит их тело и ум для более глубокого и прямого поиска. В конце концов, именно искренне устремленность является незаменимым решающим фактором. Садхана это всего лишь сосуд, который до краев должен быть наполнен искренней устремленностью. которое является ничем иным, как любовью в действии. Ведь ничто не может быть сделано без любви. мы любим только себя. Если бы это было так, это было бы великолепно. Любите себя мудро и достигните верха совершенства. Каждый любит свое тело, но мало кто любит свое истинное бытие. Разве мое истинное бытие нуждается в моей любви? Ваше истинное бытие является самой любовью. И все ваши многочисленные проявления любви – это ее отражение в соответствии с текущей ситуацией. мы эгоистичны, мы знаем только любовь к себе. Неплохо для начала. Во что бы то ни стало, желайте себе только самого наилучшего. Продумайте, прочувствуйте, что для вас лучше всего. И добивайтесь этого с искренней устремленностью. Вскоре вы обнаружите, что реальность – это для вас самое лучшее. И все же я не понимаю, почему многие гуру настаивают на предписании сложных и трудных сатхан. Неужели они так глупы? Значение имеет не то, что вы делаете, а то, что вы перестаете делать. Люди, которые только начинают практиковать сатхану, так возбуждены и беспокойны, сатхану, им надо быть очень занятыми, чтобы удерживать себя на пути. Для них подходит всепоглощающая рутина. Через некоторое время они успокаиваются немного и перестают совершать усилия. в покое безмолвии кожа я растворяется и внутреннее и внешнее становятся одним. Истинная сатхана лишена усилий. У меня иногда бывает такое чувство, что все пространство является моим телом. Когда вы связаны иллюзией «я есть это тело», вы являетесь лишь точкой в пространстве и времени. Когда само отождествление с телом исчезает, все пространство и время существует только в вашем уме, который есть всего лишь рябь сознания, являющегося осознанием, отраженным в природе. Осознание и материя – это активный и пассивный аспекты чистого бытия, которое находится в них обоих и за пределами их обоих. Пространство и время – это тело и ум вселенского существования. Моё чувство таково, что всё, что происходит во времени и пространстве, происходит со мной, что любое переживание – это моё переживание. Любая форма – это моя форма. То, за что я себя принимаю, становится моим телом, а всё, что происходит с этим телом, становится моим умом. Но в корне вселенной лежит чистое сознание, за пределами пространства и времени здесь и сейчас. Познайте его как своё истинное бытие и действуйте соответственно. Что изменится в действии, если я буду считать, что я есть? Действие происходит в соответствии с обстоятельствами. обстоятельства и условия управляют неведением, познавшие реальность несвязанными. Единственный закон, которому он подчиняется, это закон любви. вы за пределами пространства и времени. Вы всё время говорите, что я никогда не рождался и никогда не умру. Если это так, то почему я вижу мир, как человек, который был рождён и обязательно умрёт? Вы верите в это, потому что никогда не ставили под сомнение свою веру в то, что являетесь телом, которое очевидно было рождено и умрёт. пока оно живо, оно привлекает внимание и пленяет так сильно, что собственная истинная природа перестаёт восприниматься. Это всё равно, что смотреть на поверхность океана и совершенно забыть о его бездонных глубинах. Мир всего лишь поверхность ума, а ум бесконечен. То, что мы называем мыслями, просто рябь в уме. Когда ум спокоен, он отражает реальность. Когда он полностью обездвижен, он растворяется, и только реальность остаётся. эта реальность так прочна, так действительно, настолько более реальна, чем ума материя, что в сравнении с ней даже алмаз мягок как масло. Эта всепоглощающая действительность делает мир подобным сном туманным и неуместным. Этот мир, в котором столько страдания, как вы можете говорить, что он неуместен? Какая жестокость? Это вы жестоки, а не я. Если ваш мир так переполнен страданием, сделайте с этим что-нибудь. Не усугубляйте всё своей жадностью или ленью. я не связан вашим сноподобным миром. В моем мире семя страдания, желания и страха не сеются и страдания не всходят. Мой мир свободен от противоположностей, от взаиморазрушающих несоответствий. он пропитан гармонией, его покой подобен скале. Этот покой и безмолвие и являются моим телом. То, что вы говорите, напоминает мне от Хармакайя в буддизме. Может быть? Не отвлекайтесь на терминологию. Просто воспринимайте личность, которую считаете собой, как часть мира, воспринимаемого вами в вашем уме. И наблюдайте этот ум снаружи, потому что вы не являетесь умом. В конце концов, вашей единственной проблемой является ваша готовность отождествлять себя со всем, что вы воспринимаете. воспринимаете. Бросьте эту привычку. Помните, что вы не то, что вы воспринимаете. Используйте силу бдительной невовлеченности. Видьте себя во всем, что живет, и ваше поведение будет выражать ваше видение. Осознав однажды, что в мире нет ничего, что вы могли бы назвать своим, вы будете смотреть на него со стороны, как смотрите на игру на сцене или на фильм на экране, восхищаясь и наслаждаясь, но оставаясь невовлеченным. Пока вы воображаете себя чем-то реальным и твердым, вещи среди вещей, реально существующие в пространстве и времени, недолговечные и уязвимы, вы, естественно, будете беспокоиться о выживании и размножении. Но когда вы познаете себя как нечто за пределами пространства и времени, прикасающимся к ним только в точке здесь и сейчас, а на самом деле всепроникающим и содержащим в себе все, недостижимым, неприступным, неуязвимым, вы больше не будете бояться. Познайте себя таким, какой вы есть. Другого лекарства от страха нет. Вы должны научиться думать и чувствовать в этом направлении или будете бесконечно оставаться на личностном уровне желаний и страхов. приобретений и потерь, рост и угасания. Личная проблема не может быть решена на своем собственном уровне. Само желание жить является посланником смерти, как желание быть счастливым очерчивать несчастье. мир это океан боли и страха, беспокойства и отчаяния. Удовольствия как рыбы, их мало и они очень юрки, редко приходят, быстро уходят. Человек с неразвитым умом верит, несмотря на все основания, что является чем-то исключительным и что мир обязан дать ему счастье. Но мир не может дать то, чего у него нет. Будучи полностью иллюзорным, он не поможет обрести истинное счастье. По-другому и быть не может. Мы ищем реальное, потому что несчастливость нереальна. Счастье наша истинная природа. И мы не успокоимся, пока не найдем его. Но мы редко знаем, где искать. Поняв, что мир не что иное, как ошибочная видимость реальности и не является тем, чем кажется, вы свободны от его наваждений. Только то, что совместимо с вашим истинным бытием, может сделать вас счастливыми. А мир такой, каким вы его воспринимаете. Это его полное отрицание. Пребывайте в полном покое и наблюдайте все, что появляется на поверхности ума. Отвергайте известное, принимайте пока еще неизвестное, и затем отвергайте также его. Так вы придете к состоянию, в котором нет знания, а только бытие, в котором само бытие является знанием. Знать посредством бытия это прямое знание. Оно основано на тождественности видящего и видимого. Непрямое знание основано на ощущении памяти, на близости воспринимающего и воспринимаемого, ограниченное их контрастом. то же и со счастьем. Обычно вы должны быть печальными, чтобы познать радость, и радостными, чтобы познать печаль. Истинное счастье беспричинно, и поэтому не может исчезнуть из-за отсутствия стимулов. Это не противоположно с несчастью. Оно включает в себя все несчастья и страдания. Как можно оставаться счастливым среди всего этого страдания? С этим нельзя ничего поделать. Внутреннее счастье всепоглощающее реально. Подобно солнцу в небе, его выражения могут быть скрыты облаками, но оно никогда не исчезает. Когда у нас проблемы, мы вынуждены быть несчастными. Страх — единственная проблема. осознайте, что вы независимы и будете свободны от страха его теней. В чем разница между счастьем и удовольствием? удовольствия зависят от вещей. Счастье не зависит ни от чего. Если счастье независимо, почему мы несчастливы всегда? пока мы верим, что нам для счастья нужны вещи, мы будем также верить, что их отсутствие делает нас несчастными. Ум всегда принимает форму в соответствии с тем, во что верит. Поэтому так важно убедить себя что вас не нужно подгонять к счастью. Что напротив удовольствие отвлекает и мешает, поскольку оно просто усиливает ложную убежденность, что для счастья нужно иметь и делать вещи, когда в действительности все как раз наоборот. Но зачем вы вообще говорить о счастье? Вы думаете о счастье только когда несчастны. Человек, который говорит «Сейчас сейчас я счастлив», находится между двумя несчастьями прошлом и будущим. Это счастье просто восторг, вызванный временным отсутствием боли. «Истинное счастье абсолютно бессознательно. Его лучше всего выразить так «Со мной все в порядке, мне не о чем беспокоиться». в конце концов, конечная цель всех сатхан – достижение точки, в которой это убеждение перестает быть чисто вербальным, а основывается на действительном, всегда присутствующем опыте. В каком опыте? Опыте переживания себя пустым, незаваленным воспоминаниями и ожиданиями. Это подобно ощущению счастья от пребывания на открытых пространствах. от ощущения молодости, от обладания всем временем и энергии для действий, открытий, приключений. Что еще надо открывать? Вселенную снаружи и необъятность внутри. Какие они в реальности? великому уме и в сердце Бога? Смысл и цель существования. Секрет страдания, избавление жизни от неведения. «Если быть счастливым то же самое, что и быть свободным от страха и беспокойства, нельзя ли сказать, что отсутствие проблем – это причина счастья? состояние Состояние отсутствия несуществования не может быть причиной. В этом понятии содержится предвосхищение причины. Ваше естественное состояние, в котором ничего не существует, не может быть причиной возникновения чего-либо. Причины сокрыты великой и таинственной силе памяти. Но Ваш истинный дом – это ничто, пустота, отсутствие любого содержимого. Пустота и ничто, как ужасно. С какой радостью вы погружаетесь в это, когда идете спать? Откройте для себя состояние пробужденного сна, и вы обнаружите, что он гармонично сочетается с вашей истинной природой. Слова могут только дать вам идею, а идея – это не опыт. Все, что я могу сказать, это то, что истинное счастье не имеет причин, и что то, что не имеет причин, неизменно. это это не означает, что его можно воспринимать как удовольствие. Воспринимать можно только боль и удовольствие, а состояние свободы от печали можно описать только опосредованно. чтобы познать его напрямую, вы должны выйти за пределы причинозависимого ума и тирании времени. Если счастье несознательно, а сознание несчастливо, какая между ними связь? Сознание является продуктом условностей и обстоятельств, зависит от них и изменяется вместе с ними. То, что независимо, несотворимо, безвременно и неизменно, и в то же время всегда новое и свежо, находится за пределами ума. Когда ум думает об этом, он растворяется и остается только счастье. Когда все уходят, остается ничто? как может существовать ничто без чего-то? Ничто это просто концепция. Она зависит от воспоминания о чем-то. Чистое бытие совершенно не зависит от существования, которое определимо и описуемо. Пожалуйста, расскажите нам, продолжается ли сознание за пределами ума, или оно заканчивается с умом? Сознание приходит и уходит, а сознание сияет неизменно. кто осознает в осознании? Там, где есть личность, есть и сознание. Я есть ум, сознание означает одно и то же состояние. если вы говорите «я осознаю», это будет только означать «я осознаю, что думаю об осознании». В осознании нет никакого «я есть». Освидетельствование свидетельствование существует в уме. Свидетель связан с наблюдаемым. В состоянии недвойственности все разделения исчезают. А вы? Вы продолжаете осознавать? Личность, концепция «я есть это тело», «это ум», «это цепочка воспоминаний», «это связка желаний и страхов» исчезает. Но нечто, что вы могли бы назвать индивидуальностью, остается. она позволяет мне становиться личностью, когда это требуется. Любовь создает свои собственные необходимости, даже пребывание личностью. Говорится, что реальность проявляется как существование сознания блаженства. Они абсолютны или относительны? Они относительны и зависимы друг от друга. реальность не зависит от своих выражений. Какова связь между реальностью и ее выражениями? Никакой. В реальности все реально и тождественно. Как мы говорим об этом «Сагуна и ниргуна единая в парабрахмане?» Есть только Высшее. В движении это сагуна. Без движения это ниргуна. Но это только ум движется или не движется. Реальное находится за пределами. Вы находитесь за пределами. Поняв однажды, что ничто воспринимаемое или мыслимое не может быть вами, вы свободны от своих представлений. Видеть все как воображаемое, порожденное желанием, необходимо для самореализации. Мы упускаем реальное из-за недостатка внимания и создаем нереальное избытком воображения. вы должны посвятить свои сердца и ум этим вещам и постоянно размышлять о них. Это похоже на приготовление еды. Вы должны держать ее на огне какое-то время, прежде чем она приготовится. Разве я не связан с судьбой кармы? Что я могу сделать против нее? То, чем я являюсь и что делаю, предопределено. Даже моя так называемая свобода выбора предопределена, только я не осознаю этого и воображаю себя свободным. это тоже зависит от того, как вы на это смотрите. Неведение подобно жару. Оно вынуждает вас видеть вещи, которых на самом деле нет. Карма это предписанное божественностью лекарства. Примите его и точно следуйте инструкциям и выздоровейте. Пациент покидает больницу после своего выздоровления. Настаивать на немедленной свободе выбора и действия значит только отодвинуть выздоровление. примите свою судьбу и осуществите ее. Это кратчайший путь к свободе от судьбы, но не от любви и ее влечений. Действовать из желания и страха это связанность. Действовать из любви свобода. Принимайте жизнь такой, какая она приходит. вопрос Я был здесь в прошлом году. Сейчас я опять перед вами. Я не знаю, что именно заставляет меня приезжать сюда, но почему-то я не могу вас забыть. Махарадж, некоторые забывают, другие нет. Это зависит от их судьбы, которую вы можете назвать случаем, если хотите. Между случаем и судьбой есть глубокое различие. Оно есть только в вашем уме. На самом деле вы не знаете, что бывает причиной чего. Судьба это всего лишь слово завеса, скрывающее ваше неведение. Случай другое слово. Как можно достичь свободы без знания всех причин и их следствий? Причины и следствия бесчисленны в своем количестве и разнообразии. Все влияет на все. В этой вселенной, когда изменяется одна вещь, меняется все. Отсюда и великая сила человека менять мир, изменяя себя. Согласно вашим словам, вы и милостью вашего гуру радикально изменились около сорока лет назад. Однако мир остался прежним. Мой мир совершенно изменился. Ваш остался прежним, поскольку вы и не изменились. Почему ваше изменение не повлияло на меня? Потому что тогда между нами не было связи, общения. Не считайте себя отделенным от меня и тут же разделите со мной общее состояние. У меня есть некоторая собственность в Соединенных Штатах, которую я хочу продать и купить участок земли в Гималаях. Я построю дом, разведу сад, куплю две-три коровы и буду жить тихо и спокойно. Люди говорят мне, что понятия правильно и спокойно несовместимы, что у меня сразу возникнут проблемы с властями, соседями и ворами. Неужели это неизбежно? Наименьшее, чего вы можете ожидать, это бесконечный поток посетителей, которые превратят ваши выединенные жилища в открытую бесплатную гостиниц. Лучше примите свою жизнь такой, какая она есть. Вернитесь домой и внимательно и с любовью заботитесь о своей жене. Никто больше в вас не нуждается. Ваши мечты о славе принесут вам только проблемы. Я ищу не славы, я ищу реальности. Для этого вам нужна хорошо организованная тихая жизнь, покой ума и колоссальная искренняя все что приходит к вам без спроса всегда приходит от Бога и несомненно поможет вам если вы найдете этому применение. Проблемы приносят только то, чего вы добиваетесь под давлением своего воображения и желаний. судьба то же самое что и милость? Абсолютно. примите жизнь такой какая она приходит и она станет для вас благословением. Я могу принять свою собственную жизнь, но как я могу принять ту жизнь, которой вынуждены жить другие? Вы в любом случае принимаете ее. Несчастье других не мешает вашим удовольствиям. Если бы вы были по-настоящему сострадательны, вы бы давно отбросили все беспокойство о себе и вошли в состояние, из которого действительно возможна помощь. Если бы у меня был большой дом и достаточно земли, я мог бы создать ашрам со множеством отдельных комнат, общим медитационным залом, столовой, библиотекой, офисом и так далее. Ашрамы не создаются, они случаются. Вы не можете ни основать их, ни предотвратить их появление, как не можете остановить реку. Слишком много факторов требуется для создания успешного шрама. И ваша внутренняя зрелость всего лишь один из них. Конечно, если вы не познали свое истинное бытие, что бы вы ни делали, обратиться в прах. Вы не можете имитировать гуру и удовлетвориться этим. Любое лицемерие окончится бедой. Что плохого в том, чтобы вести себя подобно святому, даже если ты еще не стал таким? Репетиции святости это садхана. В этом нет ничего плохого при условии, что вы не требуете никаких заслуг. Откуда мне знать, смогу ли я организовать ашрам, пока я не попробую? Пока вы считаете себя личностью, телом и умом, отделенным от потока жизни, имеющим собственную волю, преследующим собственные цели, вы живете только на поверхности, и что бы вы ни делали, будет недолговечным и ненужным. Простой соломой подкармливающей пламя счиславия. Прежде чем ожидать чего-то реального, вы должны предъявить истинное богатство. Каково ваше богатство? В чем мне его измерять? Посмотрите на содержание своего ума. Вы то, о чем вы думаете. Разве вы не заняты большую часть времени своей маленькой личностью и ее повседневными нуждами? Ценность регулярной медитации заключается в том, что она отвлекает вас от однообразной рутины и напоминает, что вы не то, чем себя считаете. Но даже напоминания недостаточно. Действие должно следовать за убежденностью. Не будьте подобны богатому человеку, который составил подробное завещание, но отказывается умирать. Разве постепенность не является законом жизни? Нет. Постепенно только подготовка. Само изменение внезапное полное. Постепенное изменение не приведет вас на новый уровень сознательного бытия. Нужна смелость, чтобы все отпустить. Я признаю, что мне не хватает смелости. Это потому, что вы не до конца убеждены. Полная убежденность создает и желание, и смелость. А медитация это искусство достижения веры посредством понимания. В медитации вы неоднократно рассматриваете полученное учение во всех его аспектах, пока из ясности не родится уверенность, а с уверенностью и действия. убежденность и действия неразделимы. Если действия не следуют за убеждением, исследуйте свои взгляды, не обвиняйте себя в недостатке смелости. Самоуничижение никуда вас не приведет. чего стоит воля без ясности и эмоционального согласия? Что вы имеете ввиду под эмоциональным согласием? Разве я не должен действовать наперекор своим желаниям? Вы не будете действовать наперекор своим желаниям. Ясности недостаточно. Энергия приходит из любви. Вы должны любить, чтобы действовать, каким бы ни был объект вашей любви. Без ясности и милосердия храбрость разрушительна. Люди на войне часто проявляют чудеса отваги. Но что из того? Я совершенно ясно вижу, что все, чего я хочу, это дом с садом, где я мог бы жить в покое. Почему я не могу действовать в соответствии со своим желанием? Пожалуйста, действуйте, но не забывайте о неизбежном, о неожиданном. Без дождя ваш сад не зацветет. Вам нужно мужество для рискованного предприятия. мне нужно время, чтобы собрать свое мужество. Не торопите меня. Позвольте мне созреть для действия. Весь ваш подход неправильен. Отложенные действия несовершенные действия. Другие возможности могут предназначаться для других действий, но настоящий момент будет потерян. Безвозвратно потерян. Все приготовления относятся к будущему. Вы не можете подготовиться к настоящему. Даже если мы действуем без убежденности, вы не можете жить, не совершая действий. А за каждым действием стоит страх или желание. В конечном счете все ваши действия основаны на вашей убежденности в том, что мир реален и независим от вас. если бы вы были убеждены в обратном, ваше поведение было бы совсем другим. У меня совершенно нормальное убеждение, а мои действия определяются обстоятельствами. Другими словами, вы убеждены в реальности этих обстоятельств и мира, в котором живете. Проследите за этим миром до его источника и увидите, что вы были прежде этого мира и останетесь, когда его уже не будет. Найдите свое безвременное бытие и ваши действия будут отнести на себе его свидетельство. Вы нашли его? Нет, не нашел? Тогда что еще вам надо делать? Несомненно, это самое неотложное задание. Вы не можете видеть себя независимым от всего, пока не отбросите все и не останетесь неопределенным и без опоры. Когда вы познаете себя, станет все равно, что вы будете делать. Но чтобы реализовать свою независимость, вы должны проверить ее, отпустив все, от чего вы зависели. реализованный человек живет на уровне Абсолюта. Его мудрость, любовь и мужество абсолютны. В нем нет ничего относительного. Поэтому он должен испытать себя более строгими задачами, подвергнуться более настоятельным испытаниям. испытующий, испытуемый и структура испытания находятся внутри. Это внутренняя драма, в которой никто больше не может принимать участие. Распятие, смерть и воскрешение. Как это знакомо? Я читал, слышал и говорил об этом без конца, но понял, что сам не способен на такое. Пребывайте в покое, не отвлекаясь, и мудрость и сила сами придут к вам. Не нужно тосковать об этом. Ждите в безмолвии сердца и ума. Очень легко пребывать в покое, но готовность пребывать в покое очень редка. Вы, люди, хотите стать суперменами в мгновение ока. Отбросьте свои амбиции, все свои желания. Будьте доступными, уязвимыми, незащищенными, неопределенными и одинокими, совершенно открытыми для жизни, готовыми принять ее такой, какая она приходит. Без эгоистичного убеждения в том, что она должна приносить вам удовольствие или выгоды, материальные или так называемые духовные. Ваши слова откликаются во мне, но я просто не вижу, как это можно сделать. Если вы узнаете, как это сделать, вы не сделаете это. Отбросьте все попытки, просто будьте, не добивайтесь, не боритесь, откажитесь от любой поддержки, держитесь слепого чувства бытия, сметающего все остальное. Этого достаточно. Как происходит это сметание? Чем больше я сметаю, тем больше выходит на поверхность. Отвлеките внимание. Пусть вещи приходят и уходят. Желания и мысли это тоже вещи. Игнорируйте их. С незапамятных времен пыль событий скрывала чистое зеркало вашего ума. Так что вы могли видеть только воспоминания. Сметите эту пыль, пока она не выросла. Так вы будете открывать все более старые слои, пока истинная природа вашего ума не будет раскрыта. все это очень просто и относительно легко. Будьте искренни и терпеливы, вот и все. Бесстрастие, непривязанность, свобода от желаний и страхов, от беспокойства о себе, чистое осознание, свободное от воспоминаний и ожиданий. вот состояние ума, с которым случается открытие. В конце концов, освобождение это не что иное, как свобода открывать. отец. отец. Отец.